Дорогие друзья! Шаббат перед Йом-Кипуром и мы с вами немножко еще поговорим о том, что мы должны сделать еще успеть. Существует такой обычай просить прощения в канун Йом-Кипура. Все звонят друзьям, знакомым перед праздником, просят прощения, желают друг другу хорошего сладкого года. Эта практика основана на высказывании наших мудрецов, что Йом-Кипур искупает только вину перед Всевышним, перед Богом. Однако, если у нас есть вина перед людьми, то снимается только в том случае, если ты извинишься перед тем, кто обидел, и будешь им прощен. То есть, получается следующее. Человеку, пришедшему попросить прощения, Бог готов простить все прегрешения, совершенные перед Ним. В этот день они все списываются. Однако, Он не может простить тебя за то, что ты обидел друга. В этом случае ты должен сам пойти и попросить прощения. Можешь сто раз произносить слегка от молитвы прощения, но только попросив прощения у того, кого ты обидел, ты искупишь этот грех. Любовический Рэй бы объяснял, что главная причина, по которой просьба о прощении столь важна, для чего это нужно? Заключается в том, что согрешивший, когда просит прощения у ближнего, он раскаивается до такой степени, что готов пожертвовать своим достоинством, там, сам приходит просить и так далее. И, конечно, если человек, у которого вы просите прощения, значит, он обязан тут же простить вас. И вы должны простить, если вас просят. Причем, если это не делаете с первого раза, просите прощения второй раз и третий. После этого ничего никому не должны. Теперь это уже проблема того, кто не хочет простить. Так написано в наших книгах. Итак, это время, когда мы должны простить тех, кого рассердили, обидел, кто нас рассердил, обидел. Надо попросить прощения у тех, кого вы сами обидели. Но мы должны обладать достаточной мудростью, написали мудрецы, чтобы выбрать для этого подходящий момент. Нельзя так подходить сразу. Надо понимать, когда вот самый канун не у Кюпура, а идеальное место. Следует помнить, что это время, когда мы просим прощения не только у живых, кстати, но и у тех, кого нет с нами. Возможно, мы их когда-то в чем-то обидели, вольные или невольные. Именно поэтому, согласно всем обычаям, на похоронах просят прощения у покойного. И вообще закон гласит, что если кто-то чувствует, что он серьезно обидел ближнего, душа которого уже покинула этот мир, он должен привести на могилу этого человека десять человек и сказать в их присутствии, грешеная перед Богом и так далее, поступил человеком так-то так-то. Есть такие законы. То есть иудаизм бесконечно объясняет нам, ничего не заканчивается с уходом человека из мира. Ничего не заканчивается. Это все бесконечный процесс, которого мы не видим еще просто. Кроме того, в Ёмки-Пур во время чтения поминальной молитвы и скорой на мгновение вот как бы приоткрываются границы между физическим и духовным миром. И наши души объединяются с душами ушедших от нас близких. Поэтому мы читаем молитву и скор, в этот момент они тоже слышат нас, видят. И важно воспользоваться этой возможностью попросить прощения. Даже если вы думаете, что они у вас должны просить прощения, например, правильно в этот день просить прощения именно у них. Потому что они уже ушли в тот мир, а мы еще здесь и можем многое исправить. Всевышний простит нас за наши неправедные дела, когда мы прощаем тех, кто ушел в следующий мир. Это такая есть примета в Кабале. Итак, что должен сделать человек в этот день Ёмки-Пур? Человек должен вернуть себе душу, написали мудрецы. Рассказывают, что Рэба Искотска однажды спросил у своих учеников, где находится Всевышний. И они ответили, везде, Всевышний везде. Он сказал, ничего подобного. Он находится там, где его пускают. Человек должен преодолеть в себе вот в этот день особенно все преграды. Обнаружить Всевышнего вот внутри себя и пустить его как можно глубже в сердце. Чтобы обрести душу в этот день, нам надо выйти за пределы внешнего веры и почувствовать, что это действительно важно для нас. Что где-то вот здесь внутри таится то вот ядро жизни, души там все это. Надо искать, написать, искать так, что у нас стремится обрести пропавшее что-то невероятной ценности. Не зная ни днем, ни один, пока не найдешь душу. И душа открывается человеку в Ёмки-Пур намного легче, чем в другой день. Перед нами Шаббат, перед Ёмки-Пуром. Последний Шаббат, когда можно еще что-то поправить и выпросить еще дополнительные себе какие-то бонусы на следующий год. Да, это так, мы просим у Бога, потому что Он может все, а мы практически ничего. Браха ва Цлаха, хорошего Шаббата и чтобы у всех у нас был скреплен хороший приговор, хорошей печатью. Браха ва Цлаха.